Добрый день, уважаемые радиослушатели. И в эфире, как всегда, деловой понедельник. И сегодня у нас понедельник. Мы сегодня будем общаться на тему IT-сектор в текущей реальности. Сегодня у нас гость очень важный, директор компании Formosa Soft, Храмов Игорь Викторович. Добрый день. Здравствуйте. Чем занимается Formosa Soft и в чем ее цели и задачи? Основное, чем мы занимаемся, это развиваем нашу платформу программную «Хранитель». Это большая программная платформа, которая уже сформировалась, формируется на протяжении уже более чем 10 лет. И это наша основная цель, задача ее развивать. Наверное, так. А что за «Хранитель»? Чем эта программа занимается? Для чего она нужна вообще? Немножко предысторию расскажу. «Хранитель» — это нечто, что появилось после 10 лет, даже более чем 10 лет, упорной разработки и выполнения требований многих заказчиков. Изначально был наш первый продукт, он назывался «Лесохранитель». И этот продукт вначале представлялась собой, по сути дела, просто систему видеомониторинга. И постепенно с помощью наших заказчиков они накидывали требования, накидывали пожеланий, все больше, больше и больше. И постепенно этот продукт вырос в нечто огромное, в котором сейчас у нас 18 подсистем, программных модулей. Они очень разнообразные. И получается так, что они подходят не только к лесной отрасли, с которой мы изначально начинали работать. И вот уже на базе «Лесохранителя» у нас сформировалась большая платформа «Хранитель». И уже как бы ее можно применять в широком спектре задач не только лесной отрасли. И на базе вот этой платформы у нас есть линейка продуктов, вот флагманский продукт «Лесохранитель», есть у нас «Аквахранитель», у нас есть «Пожарный сторож», есть такой продукт, как «ПАК-Хранитель», есть у нас «Ситуационный центр федеральный». То есть очень много чего из этой платформы у нас появилось, в кавычках «отпочковалось». И вот это все мы называем собирательным таким вот словосочетанием, как «Платформа-Хранитель». Она у нас зарегистрирована в реестре отечественного ПО, то есть такая полноценная, большая разработка многолетняя. Правильно ли я понимаю, что это система видеонаблюдения, мониторинга для предотвращения крупных пожаров лесных? — Один из продуктов, вот флагманский продукт, как я и говорил, «Лесохранитель», это вот один из, но там гораздо больше всего, возможностей гораздо больше. — А все это переросло, наверное, во всеобщую безопасность и слежку за всеми. — Ну, в частности, это направление у нас тоже есть. — Я понял. Ну, это я так между строк прочитал. Насколько актуально сейчас разрабатывать программное обеспечение, как повлияли санкции на развитие IT-сектора в целом? — Более чем актуально. Потребности были очень высокие до всем известных событий, а сейчас они, наверное, на порядке выросли. Вот вот про те же санкции. Наверное, всем понятный пример. Ходили люди в пятерочки. Прикладывали карточки, там, показывали на кассе или там к терминалам, там, прикладывали их по бонусной системе. Вот случились санкции, и американская компания, которая разрабатывала бонусную систему для X5, она сказала «до свидания», и просто вот одним днем она ушла с рынка. — Но пятерочка не огорчилась, бонус это сгорельная на улице. — Нет, конечно, она не огорчилась, но факт тот, что бонусная система стала недоступной, потому что все. То есть огромная, получается, ритейл-сеть оказалась без нее. А вот конкуренты, в принципе, у конкурентов было все гораздо лучше. Они не полагались на такого подобного разработчика. И поэтому, допустим, той же пятерочке пришлось быстро искать вариант выхода из этой ситуации. Быстро не получилось, они, мне кажется, до сих пор еще не установились. — Ну, у них коллаборация с перекрестком, это мы как опытные уже, как взрослые люди, ходящие за продуктами, знаем. — Да-да-да. — Хорошо. Ну, то бишь, правильно ли я понимаю, что это некоторым катализатором для всей IT-отрасли стало? Работа поприбавилась, наверное, и зарплата повысилась 100%, скорее всего, у всех, кто работает в этой сфере. — Ну, не совсем так. Да, это был такой шок, стресс, и не сказать, что это был такой положительный стресс. Зарплата средняя не сказала бы, чтобы они сильно выросли по рынку, потому что наложилось это еще на очень много моментов, которые как-то противоречиво подействовали на рынок труда в том числе. Положим, с началом санкционного давления и февральских событий случился массовый ток специалистов. Вроде бы как бы стало меньше, должно быть зарплатное предложение выше, но все очень как-то разнонаправленно происходило. Не могу сказать, что есть какие-то прямые зависимости. Они очень такие нелинейные, скажем так. — Ну, наверное, компании-гиганты, такие как Яндекс и так далее, более чем регулируют, скорее всего, весь рынок, поэтому особых скачков не получилось. — Здесь про регулирование, да, это очень верно подмечено, потому что даже те же самые меры поддержки, эти отрасли, которые заявлены, если их внимательно посмотреть, почитать, вникнуть в требования, которые предъявляются к соискателям, то можно понять, что лоббировали крупные компании прежде всего все это и ориентировались прежде всего на них, поскольку это компании, у которых большие штаты, скажем так, вот эти там меры поддержки, которые, возможно, про них еще поговорим, они применимы для конкретных специалистов, находящихся в определенных позициях, с зарплатными вилками, тоже вполне себе четкими. — Ну вот если говорить, да, про меры поддержки как таковые в IT-секторы, на этот момент гораздо значительнее, чем у любого другого сектора экономики, да, даже так вот обывательски перечислю, первое — это ипотека, да, для всех тех, кто работает в аккредитованных компаниях, да, там и соответствуют критериям достаточно дешевые, это бронь тех же самых всех мобилизационных действий, это изначально достаточно там высокий уровень зарплат и так далее и тому подобное, то есть в некоторых других секторах экономики такого уровня поддержки нет. Как вы в целом оцениваете эффективность этих мер поддержки, которые имеются, понятно, наверное, в них уже можно запутаться, их критерии постоянно меняются. И второй вопрос, вот именно в нашем регионе, на региональном уровне, есть какие-то дополнительные меры поддержки? — Насчет региональных мне ничего не известно. Из федеральных мы используем только одну. И меры поддержки, эта мера поддержки, она по умолчанию доступна всем, это освобождение от проверок до 2024 года, налоговые, выездные и так далее. Это единственная мера поддержки, которую мы смогли применить. Насчет региональных, если мы федеральные не используем, то региональные тоже. Вот лично к нам это никак не коснулось. — Федеральные не используете, потому что у вас и так все хорошо, или же вы их рассматривали и для себя поняли, например, что у вас достаточно крупная компания, на самом деле, да, так вот по IT-меркам, вы далеко не стартап, но при этом вы, наверное, достаточно малы, да? — Да, здесь много критериев, вот они заявлены так рамочно, да, что вот такая мера, такая, такая, такая. А когда начинаешь уже погружаться и пытаться понять, а что нужно, чтобы эту меру поддержки получить, и начинаешь уже чесать голову и понимаешь, что практически ничего не получается. Даже, скажем так, там льготные кредиты, гранты, льготная ипотека, отсрочка от мобилизации от службы в армии, там, что еще, вот освобождение от проверок, ну, крайне много звездочек, это мелким шрифтом внизу договоров. Поэтому, да, конкретно если говорить про формозу софт, то у нас мы не такая многочисленная компания. У нас вообще там в штате буквально несколько человек, у нас несколько другая схема работы. Вот, поэтому и те люди, с которыми мы работаем, которые могли бы под критерий подойти, один-два пункта и все. И уже никак, и ни льготную ипотеку не получить, ни отсрочку не получить, и там... Поэтому меры поддержки, я хочу подчеркнуть, хочу подчеркнуть, они ориентированы прежде всего на большие, крупные IT-компании с большими штатами, там, 100 плюс человек, там, и не более, которые... Ну, то есть, это вполне себе конкретный интересант есть. Понятно. Ну, в общем, у вас программное обеспечение там, или продукт, да? Да. На данный момент в готовом виде, и вы занимаетесь лишь его администрированием, да, и развитием, но развитие в соответствии с требованиями. И получается, что большой стад сотрудников и не надо, чтобы поддерживать такую работу. Это и понятно. Наверное, все такие компании заканчиваются тем, что их покупает Яндекс, или как тогда развиваться семимильными шагами? Ну, вот не совсем так. Здесь, наверное, похвастаюсь. Я считаю, что мы очень-очень маленьким коллективом, реально маленьким, делаем очень большое дело. Немножко, да, вот тут профлагманский продукт, наш лесохранитель. Это сейчас 57 регионов страны работают с нашим продуктом с разной степенью внедрения. И больше там у нас, больше двух тысяч этих точек мониторинга лесных пожаров. И это действительно очень большое дело, которое делается очень маленьким коллективом. И это такой интересный кейс, что можно работать на федеральном уровне, делать большие продукты, большие вещи небольшими слаженными коллективами, которые понимают и знают, что делать. Это действительно так, потому что я про вашу программу, ну, буду называть ее так, обывательски слышал, еще годами ранее и вообще на тот момент не интересовался, а уже знал, что такая система есть. Поэтому ваша работа, она мною лично оценивается как очень хорошо. Повлияла ли мобилизация на ваш сектор экономики? На всех ли распространяется так называемая бронь? Или далеко не все специалисты соответствуют нормам нормативно-правовых актов? Вот у ваших содружественных компаний как дела обстоят? Конкретно мы потеряли одного человека. Притом, это была такая потеря совсем необязательная, потому что он ни по каким критериям не подходил под мобилизацию. Но, скажем так, поддался, видимо, общим настроениям паническим, которые к моему прискорбию в IT-индустрии присутствуют. И вот теперь он у нас в солнечном Казахстане. Да, мы одного человека потеряли. У нас есть люди, которые, скажем так, условно говоря, в группе риска под мобилизацию. И отсрочка по мобилизации, она тоже отдается достаточно жестким критериям. Как мы ни пытались, как ни пытались Минцифры с Минобороны этот вопрос решить. Министр очень много усилий приложил, как и отраслевые ассоциации. Но критерии очень четкие. Человек должен иметь высшее образование. А получается так, что в IT-индустрии очень много самородков, таких, в кавычках, кулибинных, которые, даже, может быть, не обладая даже с законченным средним образованием, могут быть очень-очень хорошими специалистами. Но они в таком случае окажутся на фронте. Ну, либо на фронте, либо в смешном положении. Потому что мы же молодые люди, всем видно, слышно нас. И действительно много сейчас таких историй смешных, когда люди просто поддались панике, их никто никуда призывать не собирался, а они уже в Казахстане. То есть они не понимают, зачем они такое количество денег, потратили времени и теперь думают и мечтают, как вернуться обратно домой, потому что не так страшен черт, как его молюет, оказалось. Хорошо. А вот образование, раз как раз сами эту тему затронули, соответствуют ли специалисты современных вузов, которые сейчас выпускает наша система образования, вот в вашем ожидании. Наверняка же вы рассматриваете там новых каких-то специалистов, наверняка кто-то на собеседование приходит, вы видите их уровень подготовки, насколько они вообще адаптивны, даже, скажем так, для того, чтобы хотя бы чему-то научить, реальному прикладному. Расскажу на конкретном примере. Был некий период до начала СВО и после СВО. Мы размещаем, естественно, вакансии на известных ресурсах, там Headhunter, Superjob, там легкое такое напоминание. И до февральских событий была одна картина, после них совсем другая, связанная с тем, что там высвободились очень большие трудовые ресурсы в связи с уходом западных компаний. Кто соискатели? Соискатели в основном люди, которые вообще не обладают профильным образованием чаще всего. То есть ни средним специальным, ни высшим. Это чаще всего люди, которые окончили некие курсы, которые, может быть, там 3-6 месяцев где-то смогли поработать, постажироваться, и они вот заполонили, и было там 3 отклика, потом стало их там 33. Но почти никто из них, я повторю, не обладает профильным образованием. То есть нет у них дипломов, нет специальности. Именно айтишные. Там широкий спектр этих специальностей. Там информационная безопасность, разработка, чего только нет. Да, их много. Но таких людей действительно у нас их мало. Поэтому мы образование как критерий для выбора специалиста, мы на него смотрим, но у нас не является определяющим. Здесь лично для меня, наверное, больше вес имеет, знаете, такой, что называется, рабочая этика человека. То есть мы его собеседуем, даем некое тестовое задание, смотрим, как он укладывается в сроки, как он подходит вообще к выполнению этого тестового задания. Насколько тщательно, аккуратно. И вот смотрим на результат, и уже из этого можно очень много сделать выводов. Образования как таковое нет. Например, вот есть наши псковские вузы, которые, выпуская специалистов, есть вузы столичные, есть опыт работы со студентами, которые учатся в столичных, например, вузах, и подрабатывают у нас на разных задачах. Сразу практикуются. Да-да-да. Вот в столичных вузах как-то, на мой взгляд, это мое субъективное мнение, но там больше такой практический уклон. Более практический. У нас больше некий дает общий набор знаний, а дальше уже делай с ними, что хочешь. То есть задача просто некую почву подготовить, в которую будут уже семена закладываться работодателям. Но вот именно конкретной практики гораздо меньше. Поэтому вот скажу так, да, что образование в нашем случае – это критерий, там, может быть, третий, там, по важности, да, из, там… Ну, третий в группе, скажем так, да, есть там самые важные, там, менее важные, там, вот… Ну, грубо говоря, более важное в этом деле, да, это, наверное, больше практические знания, полученные во время работы, ну, как я понимаю, потому что реальным кейсом, видимо, в вузах не обучают. И получается, что нужно, ну, как и на любой работе, в процессе работы человека, там, в течение полугода-года доводить до уровня, чтобы он хоть какой-то результат выдавал. Да, главное, чтобы была, как бы, некая база, чтобы человек хотя бы терминологию понимал, хоть как-то ориентировался. А потом погружаем его в среду, в его светлую или не очень голову старшие товарищи загружают, что необходимо конкретно под работу. Понятно. Да, и так люди растут. Стажировки классические, старшие товарищи, наставничество. Это даже очень хорошо, на самом деле, потому что многим кажется, что войти, войти очень сложно, а на самом деле нужно просто захотеть. Кадровая политика вашей компании, вот на данный момент есть ли открытые вакансии? Какая у вас средняя заработная плата, если это не конфиденциальная тайна? И какие минимальные требования предъявляете будущим сотрудникам? Кадровая политика у нас, у нас постоянно, постоянного набора, вот как многие практикуют, у нас его нет. То есть мы ситуативно, да, под конкретные задачи или в случае объявляем дополнительные наборы. То есть так вот, чтобы у нас HR-служба работала постоянно и постоянно просеивала вот этот вал соискателей, нет, такого нет. Поэтому мы под конкретные задачи, под конкретные случаи ищем людей. И мы обычно четко знаем, кто нам нужен. Вот и стараемся из рынка этих людей вытащить любыми способами, да, там, через объявления, через знакомых, через знакомых-знакомых, как угодно. Средняя зарплата у нас, если говорить про Россию, то средняя зарплата в IT сейчас по всей стране, да, вот если усреднить ее, я смотрел сейчас 167 тысяч рублей. Это средняя зарплата по IT. Вы понимаете, да, температура по больнице, там, классические. У нас в коллективе средняя зарплата даже немножко выше. То есть у нас, если вот все усреднить, я поясню, у нас как бы есть очень дорогие специалисты, которые, скажем так, от истоков проекта, которые работают там 10 плюс лет, у них очень высокие зарплаты даже по меркам региона, как бы и вполне себе конкурентоспособные на столичных рынках. И вот если усреднить их со стажерами, то у нас около 170 тысяч средняя зарплата. Очень здорово. Да. Это для, да. Как бы самому в IT не уйти. Да, но вот я хочу уточнить, да, что как бы, чтобы все понимали, да, что вот вроде слышат, что IT хорошо, так интересно, зарплаты высокие, но медом, скажу честно, не намазано. Работа сложная, работа специфическая, под специфические мозги. То есть не всем она подойдет. Кто-то сломается, сгорит и будет очень плохо, будет страдать на этой работе каждый день. То есть она подходит не всем. Люди вот видят некий золотой образ, да, вот что вот там деньгами завалят, и все будет здорово. Нет, оно не так. Многие сломаются, сгорят и будут бороться с большим трудом на рынке труда, как бы, да, за какие-то открытые вакансии. Это первое, да. Ну, то есть надо, чтобы люди это понимали четко. И второе, что ситуацию очень сильно изменил ковид. То есть до него он сильно изменил сознание людей и готовность к удаленной работе. И, допустим, если вы пойдете войти, кто-то пойдет, слушатели, решит в эту сферу пойти. Ну, понимаете, да, что вы на рынке труда будете бороться не только с теми людьми, которые локально, физически находятся здесь же, допустим, в нашем регионе, в Томской области, вы будете бороться со всеми людьми со всей России. Потому что сейчас толерантность к удаленной работе, она выросла на порядке. И, может быть, то есть будьте готовы к высокой конкуренции на рынке труда. Хотя говорят там дефицит, дефицит, но как бы... Уже нет, да? Да, да. Есть много соискателей, которых нужно растить. А вот именно специалистов, если вот нужен конкретный специалист, как нам нужен, да, то мы четко его выбираем. То есть мы вот его ищем по критериям, и к нам сложно попасть достаточно. Плюс ко всему, скорее всего, ненормированный график работы по много-много-много часов и так далее. Не все так просто, как кажется. Да, да, да. То есть чтобы люди должны это понимать, я считаю. Я понял. Скажите, пожалуйста, а вот на ваш взгляд, насколько важна роль деловых сообществ, такие там, как «Деловая Россия», «Опоры», «РСПП», «ТПП», да, вот «Большая четверка» в развитии экономики в целом. И состоит ли ваша компания с какими-либо, да, деловыми сообществами, либо имела опыт работы? Я вот не могу сказать за всю группу компаний, да, я могу сказать, что конкретно «Формоза софт» она состоит в ассоциациях разработчиков программных продуктов. Вот «РПП» и «Отечественный софт» прежде всего, основная такая ассоциация, одна из. Вот про взаимодействие с ней я могу что-то сказать, да, вот про «Большую четверку» нет, потому что «Формоза софт» членом, так понимаю, их не является, поэтому мне здесь просто нечего сказать, нет у меня предметных знаний каких-то. Я понял, у нас просто целый комитет даже существует. Да-да-да. А вот по «РПП» могу сказать, что это очень активная ассоциация, которая вот сейчас, допустим, когда возник вопрос мобилизации, очень активно включилась в работу с министерством, очень активно взаимодействовала с участниками ассоциаций, очень много появилось новых членов в связи с… Вот как бы там жизнь бурлит, ассоциация очень активно, активно отстаивает позицию разработчиков, в том числе и небольших, да, таких, как мы. Очень активно взаимодействует, как говорил, с министерством по мобилизации. Вот те вот меры, которые были приняты, чтобы получить отсрочки от мобилизации, это во многом, да, и заслуга вот этой ассоциации. Решает вопросы в частности, скажем так, не только крупных компаний. Да. То есть могу сказать, что подобные ассоциации, они полезны, они помогают, они позволяют как-то, в том числе и нормативное регулирование, чтобы оно не совсем безумным было. То есть какие-то вещи включать в постановление правительства, в законы. Поэтому это очень, я считаю, это очень полезные формы самоорганизации, и нужно в них участвовать. Ну, без экспертного мнения, да, правительство тоже тяжело регулировать. Да, да, да. А вот вернемся к кадровой политике немножко, да. На данный момент в нашем регионе стендуют конкурс «Лидер года». Это открытая возможность поиска специалистов как раз среди локальных, да, там, среди нашего региона, и людей, которые планируют релокацию к нам. Что вы думаете по этому поводу? Возможно ли там найти программистов, а это более чем, и готовы ли сотрудничать как работодатель? Вот вы знаете, лидеры России вот в курсе, а вот «Лидер года», честно говоря, мало знаю, что это такое. Вот если, может быть, вы расскажете им, мне и слушателям, Да, если вкратце, сам являлся участником подобного конкурса в 2019 году, представляет собой тренинг, после тренингов ты должен сделать какой-либо проект интересный, если он действительно интересный, помогут его продвинуть, ну, либо же будут иметь тебя в виду как кадр, да, который можно трудоустроить в какую-нибудь крупную компанию в нашем регионе, скажем так, решает кадровую проблему. Поэтому достаточно интересный конкурс, имейте в виду. Тогда сразу к следующему вопросу. Кооперация в IT-отрасли, это что-то реальное, или каждая компания на рынке достаточно эгоистично настроена и не готова вместе разрабатывать какие-либо продукты? Вот ваша компания работает с промышленными предприятиями региона, если да, то с какими? Так, про кооперацию. Кооперация, она реальна и она очень часто происходит. Есть только поляна, на которой эти компании расположены, она вот как бы не совсем такая вот узенькая, на которой есть где разминуться. Конкуренция идет на пользу всегда и везде, всем, если она здоровая, конечно. И поэтому там такие классические вещи, что монополизация вредна. Кооперация, она существует, она может быть и очень часто происходит. Ну, в частности, да, я могу сказать про кооперацию. В чем она в основном, как она выстраивается? Чаще всего она происходит в области данных. То есть у одной компании есть данные, которые нужны другой компании, и вот взаимодействия. А вот то есть как бы те, которые нужны первой. И, соответственно, вот на этой почве можно строить взаимодействие. Вот, например, тот же самый платформа-хранитель, да, и лесохранитель, как один из продуктов, позволяет как бы интегрировать данные из множества других источников, которыми обладают там какие-то федеральные системы, региональные, частные компании. И мы, допустим, сотрудничаем с многими производителями комплекса «Безопасный город». В части мы поставляем им данные. И они нам поставляют данные. И поэтому такого рода кооперация, да, именно в части таких каких-то, может быть, нематериальных вещей, которые могут материальную выгоду нести, она очень часто происходит. И даже на такой безвозмездной основе, как бы, каждый монетизирует по-своему. Кооперация может быть в том числе и такой, наверное, на возмездной основе, да, то есть что-то там, там у кого-то есть какая-то технология, которая нужна. Поэтому, да, там лицензионные, там какие-то сублицензионные какие-то вещи происходят. И постоянно сплошь и рядом. Одному очень сложно что-то сделать. Компетенции, они могут быть, очень уникальные компетенции могут быть. И никак здесь не получится. Один ты все не сделаешь. Вот могу, в частности, привести пример, да, вот там какой-нибудь, например, компьютерное зрение, там, в частности, распознавание лиц, номеров, там, есть, допустим, лидеры рынка, и придумывать свои решения, там, 15 лет компетенции, просто вот взять и сказать, что мы там за месяц их там переплюним. Ну, как бы так. Поэтому взаимодействуем. Я понял. Каждый занял свою нишу. Да, это по операции. Да, так, а вот вторая часть вопроса. С промышленными предприятиями региона вы работаете по каким-либо направлениям? Да, вот конкретно Формоза Софт, мы помогаем нашей старшей сестре в Формозе Сервис, там, в частности, вот, в Моглино, на Титан Полимере, работали, делали систему видеонаблюдения. Да, кстати, очень большая видеосистема. Да, ну, как бы, естественно, все работы проводились в Формозе Сервис, но наши специалисты очень активно участвовали в этом всем. В части настройки, настройки самих камер, там, программного обеспечения и так далее, и так далее и тому подобное. И множество поставок, ИПО и оборудования, в общем-то, по всей области работаем с множеством крупных организаций. Это отличный пример кооперации. Да. Хорошо, а такой вот напоследок, кратко, хитрый вопрос. Реально ли молодому предпринимателю рассматривать IT-сектор как стартап? Например, если есть отличная идея, да, которую можно реализовать благодаря IT-решению, а в программировании сам ничего не понимаешь. Но талантливый управленец. Более чем реален. Талантливый управленец, он везде справится. У нас периодически, как в золотые времена, там, в Калифорнии, там, в Силиконовой долине, возникают небольшие, там, маленькие гаражные стартапчики. У нас в городе очень много есть таких маленьких коллективчиков, которые делают что-то, о чем никто не знает, но при этом они делают очень большие вещи. Они в таких сферах работают, я, наверное, не буду про них упоминать. Да, это более чем реально. Единственное, что должна быть связка, достаточно сложная связка, хороший управленец и продавец, и технарь. Вот если есть два человека, вот этот вот дуэт, как бы, если он есть, то можно делать большие дела, можно смело идти в IT, делать стартапы, но, как бы, вот этот организационный порыв, вот эти вот горящие сердца, которые там что-то придумали, хотят что-то сделать, нужно, чтобы была трезвая голова, которая скажет, что вот тут, как бы, перебор, не надо так замахиваться, что технические ограничения, чтобы были понятны, что что-то можно сделать, а что-то нельзя, допустим, что-то можно продать, потом сделать, например, это частая ситуация, что продается то, чего нет. То есть продается идея, а потом быстренько делается. И вот, ну, чтобы совсем воздушные замки не продавать, что в IT часто происходит, очень часто, что люди приходят, красивые, в костюмах, отличные продавцы, что-то продают, потом ничего не получается. И идея гибнет, грубо говоря. Да, да, да. Она могла бы иметь право на существование. Да, она могла бы взлететь, но вот именно вот если такой вот есть такая база коллектива, некая движущая сила, как бы техническая экспертиза, отлично. Любой стартап может взлететь. Я понял вас. Спасибо большое за ваше мнение. Действительно, такой крутой эфир, на мой взгляд, получился и интересный. Видно, что вы профессионал в своей области, поэтому было очень приятно пообщаться. И пожелайте что-нибудь тогда. Наша целевая аудитория, все предприниматели. Держитесь, скажем так. Все будет хорошо. Со всем справимся. На этой прекрасной ноте тогда. Спасибо, что пришли. Что-то мы...